Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить комиссию документы о том, что за последние пять лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за пятилетний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, семинарах, вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Серано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по девяти темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16.00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовый. В 16.30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает выстроить вектор профессионального развития на ближайший пятилетний период. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы на неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18.00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18.30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии» читает профессор Ольга Дмитриевна Остраумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19.30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров» читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии детской хирургии. В 20.00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующий кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodifissirano.ru Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестрович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России, профессор Ирина Николаевна Захарова, совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы. Ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Дорогие коллеги, друзья, сегодня мы с Татьяной Михайловной Твороговой поговорим о дифференциальном диагнозе лихорадки. Тема эта безгранична. У нас сегодня будет маленький фрагмент, посвященный введению детей с лихорадкой при респираторной инфекции. А также мы поговорим о дифференциальном диагнозе таких состояний, как болезнь Кавасаки. И мы поговорим о аутовоспалительных заболеваниях. Уважаемые коллеги, лихорадка, по сути, это защитно-приспособительная реакция человека, которая выпутана в процессе эволюции. И она абсолютно неспецифична. Температура поднимается на инфекционные и не на инфекционные пирогены. Будь то болезни, будь то повреждения. Ну, например, классический пример. Да, это краш-синдром, когда в результате землетрясения. Помните страшный год, когда было землетрясение в спитаке. И в результате того, что обрушивались какие-то элементы дома на человека, когда его вытаскивали, то у него наступала почная недостаточность, лихорадка, потому что начиналась резорбция всех тех веществ, которые выделялись в результате того, что это выкраш-синдрома. Действительно, это повод вызвать врачу. Ну, вот по статистике 8 из 10 вызовов надо в нашей стране связаны именно с лихорадкой. Вызвав врача скорой помощи до 30% вообще любого врача. Лихорадка очень часто встречается у детей первых 5 лет жизни. Ну, и у детей раннего возраста, по сути, это вторая причина госпитализации детей до 5-летнего возраста. Родители считают, что приблизительно треть родителей наблюдают лихорадки у детей в течение года. Ну, вот для нашей с вами клинической работы это чрезвычайно важно уметь видеть лихорадку розовую или бледную. При розовой лихорадке она не опасная. Самочувствие ребенка, оно не нарушено. Как правило, дети до температуры 38,5, всегда мы говорим, скачут как козлики, да, маленькие детки. При этом у них не нарушен аппетит, у них может быть очень умеренная тахикардия, тахипноя, ответ на антипиротики хорошие. Ну, и они при этом, им жарко, они раздеваются, и самочувствие у них почти не нарушено. Бледная лихорадка, она сопровождается позноблением. То есть ребенок обязательно говорит о том, что ему холодно, он укрывается одеялом. Кожа при этом у него бледная, она может быть мраморная, может быть, акрационоз. Конечности холодные, тахикардия и тахипноя, как правило, выраженные. Ну, и ответ на антипиротики, как правило, плохой, да, возможный бред и судороги. Поэтому в соответствии с рекомендациями ВОЗ, обычно жаропонижающая терапия при акселярной температуре выше 38,5 назначается. Ну, соответственно, в тех странах, где привыкли мерить ее рактально выше 39 градусов. Ну, а детям из группы риска по развитию осложнений, это прежде всего дети с заболеваниями сердца, сосудов, то есть, стало быть, с пороками сердца, например, с ритмиями или дети, у которых есть патология центральной нервной системы и ранние были эпизоды судорог, как правило, можно назначать антипиротики, да, и ниже 30, то есть, 30, ну, прежде всего, 38 градусов. Поэтому на дугоспитальном этапе, когда приезжает скорая помощь или родители, да, то есть они при умеренной лихорадке назначаются жаропонижающая терапия, соответственно, у детей с патологией центральной нервной системы, с эпилепсией, с онкологическими проблемами, там, где есть повышение внутричерепного давления, есть повышение артериального давления с пороками сердца, с гидроцефалией. Умеренная лихорадка у детей первых трех месяцев жизни. Мы с вами знаем о том, что они могут болеть тяжело и просто в силу своего возраста, особенно врожденные, могут не, в кавычках, не синтезировать, не производить эту лихорадку. Также умеренная лихорадка у детей до трех лет жизни, особенно у детей, родившимся с экстремально низкой массой тела, да, и с перинатальным повреждением центральной нервной системы. Все случаи лихорадки выше 39, и особенно все случаи бледной лихорадки. Всемирная организация здравоохранения давно уже определила два класса препаратов, то есть либо это парацтамол, разовая дозировка 5-10 мг на килограмм внутрь или ректально, или второй препарат ибупрофен в разовой дозе 5-10 мг на килограмм детям старше 6-месячного возраста. Кроме того, используются и физические методы охлаждения, обтирание водой комнатной температуры, пузырь со льдом над головой непосредственно к голове, а через полотенце, да. Кроме того, можно ребенка при розовой лихорадке обтереть его водкой, да, ставить его для того, чтобы водка быстро испарялась. Можно обернуть его в простыню холодную на очень короткий промежуток, там буквально на пару минут. Или в конечном итоге, если у ребенка эта температура не снижается, при этом она розовая, можно буквально на несколько секунд ребенка под струю прохладной воды, там 18 градусов, это тоже, в принципе, возможно. Ну и, соответственно, всегда надо рассчитывать суточные дозы ибупрофена или парацетамола. Соответственно, парацетамол назначается не больше 60 миллиграмм на килограмм массы в сутки. Поскольку, когда родители смотрят на инструкцию по возрасту, то, как правило, там указаны дозировки меньше. И всегда задается вопрос, я вот уже давала столько-то, столько-то, а можно ли еще? Поэтому очень важно посчитать суточную дозу и знать, сколько еще в эти сутки ребенку можно дать жаропонижающую. Поэтому вот эти максимальные дозировки 60 миллиграмм на килограмм массы в сутки парацетамола и 40 миллиграмм на килограмм массы ибупрофена, их нужно помнить и использовать. Уважаемые коллеги, что касается белой лихорадки, то на сегодняшний день эти же самые препараты входят в рекомендации ВОЗ. Кроме того, только что вот сейчас, в период ковидной инфекции, появился внутривенный раствор парацетамола. Не знаю, насколько он появился в доступе в скорую помощь, но он сегодня есть в стационарах. И я знаю, что вот люди с ковидной инфекцией, у кого не снижалась температура, им проводили внутривенную терапию парацетамола. Значит, ну вот он уже появился. Значит, есть оговорка. То есть, если все-таки невозможно применять или нет парацетамола ибупрофена, то возможно в качестве исключения применение внутримышечно 50% раствора метамизола натрия из расчета 0,1 мл на год жизни. Ну, а что касается папаверина, то, конечно, дорогие коллеги, несмотря на то, что это средства скорой помощи, ну вот сегодня Татьяна Михайловна нашла данные о том, что папаверин вообще, в принципе, запрещен до 6-месячного возраста. И, кроме того, папаверин может обладать кардиотоксическим действием. Поэтому, то есть папаверин просто так, как раньше использовать, потому что нигде ничего не было написано о том, что нельзя, ну, в принципе, им не надо увлекаться. Но, что касается папаверина, то он ведь и назначается при бледной лихорадке именно как условно сосудорасширяющая. С этих же позиций можно использовать дротаверин в дозе 0,1 мл на год жизни в сочетании с 2-процентным раствором хлоропирамина и с расчетом 0,1 мл на год жизни, но не более 1 мл. Но очень важно помнить, что эти все препараты вместе смешивать нельзя. Что касается эффективности терапии, то понятно, если эта температура за 30 минут начинает снижаться на 0,5 градусов, то это считается, что эффективно. Ну и, конечно, если ребенку стало жарко, если он отбросил одеяло, то это хороший прогностический признак. Это говорит о том, что у него его бледная лихорадка переходит в розовую лихорадку. Что касается необходимости госпитализации, то, конечно, неэффективное применение стартовой терапии при белой лихорадке у детей, особенно первого года жизни. Сочетание устойчивой лихорадки и прогностически неблагоприятных факторов риска, таких как эпилепсия, артериальная внутричерепная гипертензия, гидроцефалия, поруки сердца, обязательно является показанием госпитализации наличие геморрагической сыпи на высоте лихорадки, то есть таких детей оставлять дома нельзя, прежде всего должен быть исключен менингит. Нарушение сна, отказ от еды, от питья, тахикардия, отышка, то есть исключить минька как цемия, поэтому обязательно нужно отвезти ребенка в приемное отделение больницы для уточнения диагноза. И лихорадка на фоне болей в животе, рвоты, то есть нужно исключить аппендицит или инфекцию мочевых путей. Ну вот на сегодняшний день все, что я цитирую, это вот этот документ, гадлайн 2018 года, где даны основные рекомендации по ведению детей с лихорадкой. Ну вот прежде всего нужно оценить состояние ребенка с лихорадкой на основании наличия или отсутствия симптомов и признаков, которые могут указывать на течение серьезного заболевания. Прежде всего педиатр должен оценить учащение пульса, учащение числа дыханий, да, и времени, соответственно, в идеале, конечно, померить артериальное давление. Конечно, обратите внимание, очень серьезным является, если у детей до года частота сердечных сокращений учащается больше 160, у детей от 1 до 2 лет больше 150, и у детей от 2 до 5 лет больше 140. Уважаемые коллеги, ну, мы измеряем обычно в нашей стране акселярные, ну, абсолютно все четко уверены, что ртутные термометры, старые, да, они более точные, молодежи сегодня, они пользуются электронными термометрами, там часто могут барахлить батарейки, да, то есть определенная погрешность может быть, поэтому, ну, инфракрасная термометрия в ухе, есть варианты, да, на коже, то есть, да, для быстроты может быть, но все-таки дети, дети, обычно акселярная температура, как принято в нашей стране. Признаком серьезного заболевания является бледная или пятнистная кожа, пятна, говорящие о нарушении микроциркуляции, синюшная кожа, синюшные губы, язык. Ребенок плохо реагирует на окружение, не просыпается, не пробуждается, не бодрствует, у него слабый пронзитный или непрерывный крик, или кряхтит, или у него резко учащенное дыхание, или дыхание с втяжением грудной клетки, снижение тургора кожи и выбухание большого родничка. И, безусловно, дети до трех месяцев при лихорадке клинический анализ крови нужно провести. Коллеги, я показываю рекомендации международные. Давайте с самого начала с вами их, ну, как бы сопоставим с тем, что у нас рекомендуется. Ну, вот у нас замечательная больница нашей имени Башляева, замечательное приемное отделение. Мы не берем сейчас ситуацию с коронавирусной инфекцией, да, когда обычная работа нашего замечательного приемного отделения может быть нарушена, потому что в нашу больницу поступают сегодня в Москве все ковидные больные. Поэтому, естественно, то, что я рассказываю о рутинной практике, этого может и не быть. Ну, вот есть обычно, мы не берем ситуацию с коронавирусной инфекцией, обычно у нас есть так называемая койка, в кавычках, трехчасового пребывания в приемном отделении. Ну, например, мама категорически против того, чтобы госпитализироваться. Она приехала только, чтобы сделать рентген, исключить, например, пневмонию. Поэтому вот эта вот койка, в кавычках, трехчасового пребывания, это тот опыт колоссальный, который, конечно, нужно развивать, использовать его, распространять на территории всей России, потому что это здорово. Во-первых, самое чаще всего это обычно четвертый день от начала заболевания. То есть, когда температура была, и вдруг она уже, да, начала снижаться к третьему дню, а на четвертый день опять поднялась температура. Ну, и врач начинает уговаривать, либо надо провериться, сделать анализы, либо надо назначать антибиотики. Поэтому в приемном отделении при подозрении, соответственно, врач прослушает, проанализирует всю клиническую картину и решит вопрос о наличии рентгенологического, о необходимости проведения рентгенологического исследования в грудной клетке, либо, возможно, пазух, да, если это речь идет о детях, соответствующих более старшего возраста. Клинический анализ крови. Есть возможность сделать в приемном отделении в течение трех часов можно получить анализ. Дальше. Пассив, просите, делается анализ мочи, то есть анализ крови, анализ мочи, рентгенологическое исследование при необходимости грудной клетки. При необходимости у нас круглосуточный ультразвук, поэтому болит живот, нарушено отделение мочи, подозрение на аппендицит и повышение температуры надо исключить аппендицит, делается ультразвуковое исследование органов брюшной полости. А дальше у нас есть офтальмолог, и офтальмолог может, вот, простите, у нас есть отолеринголог, и отолеринголог исключит отит, да, возможно, синусит исключит как причину лихорадки. Ну, мы не говорим сейчас о детях до трех месяцев, у которых, соответственно, синусита не бывает. Но вот посев крови не является рутинной практикой для того, чтобы вот именно на уровне приемного отделения решить этот вопрос. Поэтому хочу обратить внимание на цириактивный белок, который рекомендуется вот этим международным рекомендациям. Вот сегодня в период ковидной инфекции мы ведь с вами оцениваем тяжесть течения не только по клиническому анализу крови, а по уровню С-реактивного белка. Поэтому вот этот маркер тяжести надо внедрять. И обратите внимание для детей до трехмесячного возраста вот эти международные рекомендации рекомендуют посев крови. То, чего у нас бы не сделалось. Но если речь идет о диарее, соответственно, подозрение на инвазивную диарее, то вы видите международные рекомендации 2018 года предполагают еще посев кала. Ну, в идеале не посев, а исследование кала методом ПЦР. Если говорить о диарее водянистой, то наиболее часто это соответственно рота или норовирусная инфекция в зависимости от сезона. Опять продолжаем смотреть международные рекомендации. Посмотрите, дети до трех месяцев. Ну, практически мы это обсудили. Дети старше трех месяцев. Клинический анализ крови, посев крови опять они рекомендуют у нас это нерутинно. Циреактивный белок это теперь должно стать рутинной практикой и анализ мочи. Ну, у нас ведь камень преткновения это кровь из вены, да, потому что у них всегда берут не из пальца, а кровь из вены, поэтому сделать циреактивный белок для зарубежной практики не представляется никаких сложностей. теперь рекомендации в этих же международных по ведению детей с лихорадкой детям моложе одного месяца, меньше одного месяца назначается парентеральный антибиотик вне зависимости от того парентеральный или это энтеральный либо, то есть вне зависимости от инфекции вирусной или бактериальной детям возрасте от одного до трех месяцев с высокой температуры который плохо себя чувствует почему детям в периоде новорожденности назначается антибиотик потому что они не могут исключить такие бактериальные инфекции как миенгит включая вторичный и включая пневмонию дети от одного до трех месяцев с лейкоцитозом менее чем пять тысяч либо более чем пятнадцать тысяч и назначаются антибиотики для парентерального введения для детей моложе трех месяцев цефатоксин или цефтриаксон ну и второй антибиотик против если думают о листериозном менингите ампицелин или амоксицелин поэтому обратите внимание на вот эти международные рекомендации по ведению детей с лихорадкой на уровне приемного отделения ну и безусловно риск серьезного заболевания если конечно бледная цианатичная кожа губы не реагирует не просыпается это уже я говорила теперь если речь идет на уровне приемного отделения аминго-кокковой аминго-кокковой инфекции то это сыпь общее тяжелое состояние сыпь особенно на конечностях на бедрах порпора более 2 миллиметров время наполнения капилляров более 3 секунд и конечно ригидность затылочных мышц классический симптом который мы с вами все проверяем это венго-кокковый менингит бактериальные которые как правило начинаются с банального назофарингита бактериальный менингит то есть вторичные в периоде новорожденности то та же самая ригидность выпуклый родничок нарушение сознания и появление судорожного синдрома герпетический энцефалит может быть поэтому появляются там очагово-нирологические изменения соответственно судорожные приступы и нарушение сознания и понимание она известна то есть появляется тахипное да появляется соответственно крепитация в груди просите здесь такой перевод сделали трещины в груди крепитация при дыхании расширение то есть ноздрей втяжение уступчивых мест грудной клетки и появление цианоза при инфекции мочевых путей как правило может быть рвота дети плохо прибавили в массе могут быть вялые раздражительные у них могут быть боли в животе и соответственно могут быть дезурические явления ну и остеомелит появляется соответственно отек конечности или суставов ребенок эту ногу щадит поэтому как бы иммобилизован получается и при болезни кавасаки мы не будем останавливаться мы на нее сейчас обратим большее внимание поэтому низкий риск чего-то тяжелого если ребенок это зелененький столбик у него нормальная кожа он отвечает нормально на социальные все разговоры с ним улыбается бодрствует у него нормальный крик и он не плачет если средняя степень риска на уровне приемного отделения он бледный не реагирует нет улыбки просыпается только если его будет сниженная у него активность у него ноздри участвуют в дыхании тахипное больше 50 вдохов соответственно в зависимости от возраста ну и появляется крепитация ну и высокий риск если он бледный серый с цианатичным оттенком не отвечает не просыпается слабый пронзительный или непрерывный крик и тахикардия частота дыхания более 60 вдохов поэтому соответственно обращают внимание и на признаки дегидратации ребенка ну и другие симптомы поэтому соответственно если у ребенка находятся вот эти все красные признаки то обязательно люмбальная пункция на уровне уже приемного то есть уже проводят ну обычно либо в реанимации там делают люмбальную пункцию рентген органов грудной клетки электролиты крови газовый состав крови если он находится в желтом коридоре то люмбальная пункция детям до года ну делаются те же самые рентген грудной клетки исследование газов обязательно циреактивный белок соответственно анализ мочи ну и зеленая только исключается пневмония дорогие коллеги и поскольку сегодня болезнь кавасаки на слуху и она не очень часто звучит в наших докладах мы с Татьяной Михайловной хотели сегодня обсудить такое необычное заболевание синдром кавасаки или игоди синдром его иначе называют слизисто кожный лимфонодулярный синдром есть клинические рекомендации на сайте Минздрава ну вот есть ассоциации детских кардиологов поэтому и кардиологи его лечат это заболевание и есть последние 15-го года которые союз педиатров России ну вот этот доктор Кавасаки который описал первым в 67-м году это заболевание этот доктор к сожалению в этом году 7-го июля покинул нашу планету он умер да ну сделав для очень много то есть он первый открыл это заболевание ну вот сегодня я хочу чтобы второго вот обратили во внимание на вот этого второго человека которого не все знают да во всяком случае знают других авторов а Брегель Людмила Владимировна она является заведующей дружественной нам кафедры педиатрии в нашем иркутском филиале Ромапо потому что на сегодняшний день Ромапо это пять вузов Иркутский Казанский Казанский Казанская Академика после диплома образования Пензенский Новокузнецкий ну и по старому Ромапо все это объединено под крышей Романпо которым вот мы на днях да празднуем 90-летие поэтому Людмила Владимировна защитила в 98-м году 22 года назад докторскую диссертацию на тему болезни Кавасаки и недифференцированные коронариты как причиной ишемической болезни сердца у детей я хочу обратить внимание на первого человека и я на кафедре 32 года и я помню как некоторые врачи как-то смеялись вот в руках держа авторефераты которые выходили из этой клиники и говорили ну откуда они придумали в отдельном городе да такую новую болезнь вот я всегда как бы мне обидно за людей которых обижают поэтому я и хочу Людмиле Владимировне вот поклониться в ноги за то что она была первая и она тот человек который дружила с Кавасаки она не просто с ним дружила он приезжал к ней она приезжала туда она много раз вы посмотрите выступала и в Японии да на эту тему и он приезжал поэтому более того у них договор с национальным центром исследования болезни Кавасаки в Японии поэтому вот прежде всего мы конечно Людмилу Владимировну в будущем послушаем она поделится нашим опытом но ее должны все знать это должно быть справедливо поэтому на сегодняшний день мы понимаем что это острый системный воскулит средней степени калибра с особой тропностью к коронарным артериям и вот обратите внимание на очень важные обстоятельства это дети первых пяти лет жизни почему стали называть вначале Кавасаки подобный синдром а потом перестали а потому что Кавасаки в основном до пяти лет а вот это мультисистемный воспалительный синдром он может быть не только да он может быть и у взрослых людей он мы вот недавно консилиум разбирали девочку 15 лет и так далее поэтому вот обратите на это внимание на сегодняшний день болезнь Кавасаки это ведущая причина приобретенных органических заболеваний сердца у детей которые приводят в конечном итоге к инфаркту миокарда вот скоро мы готовим с нашим отделением кардиология мы будем разбирать случай инфаркта миокарда у детей коллеги но ведь вот точно так же как наша кафедра детской неврологии под рукавицем профессора Зыкова с помощью его докторанта сейчас она защитилась доктора наук Комарова они создали первый регистр в нашей стране инсультов у детей поэтому мы тоже готовим конференцию и по инфарктам и по инсультам у детей ну вот коллеги болезнь Кавасаки в основном поражает маленьких детей пиковая частота посмотрите 1-2 года то есть на это надо обращать внимание очень редко в первые 6 месяцев жизни и если мы посмотрим данные США 24 средние ну 25 возьмем на 100 тысяч детей то есть это не так часто это заболевание возникает но тем не менее почему как бы первый доктор Кавасаки описал и поначалу сказали что это болезнь азиатов потому что действительно посмотрите у них то частота была 50 на 100 тысяч то есть если мы с вами разделим 5 на 10 тысяч соответственно 1 на 2 тысячи то есть это уже не такое редкое заболевание за ним следуют дети афроамериканского то есть получается 30 на 100 тысяч и дальше европейского происхождения поэтому нашли и у латиноамериканцев и так далее ну в полтора раза чаще мальчики мы правда не заметили у нас были и девочки и мальчики в Токио состоялся как раз 12-й международный конгресс симпозиум по болезни Кавасаки и Татьяна Михайловна вот из доклада профессора Брекель вот нашла вот такие цифры пожалуйста Татьяна Михайловна синдром Кавасаки действительно встречается с различной частотой в различных странах государствах и государствах и обратите внимание что наибольший процент это то что Ирина Николаевна сейчас сказала это конечно Япония и именно наверное это послужило основанием тому что прежде всего эта патология стала изучаться именно в Японии на втором месте по частоте стоит Южная Корея Тайвань Китай США вот здесь немножко у меня другие цифры Николаевна 25 человек на 100 тысяч населения и значительно меньше в Европе и обратили внимание на то что вот распределение и частота болезни Кавасаки в России далеко не одинаковая и именно вот среди бурятов на что обратил внимание профессор Брегель наибольшее количество 190 на 100 тысяч и когда была опубликована эта работа именно тогда вот уважаемый Токаясо обратил внимание вот на эту частоту и завязался контакт в плане исследований по этому Кавасаки нестокаян по Кавасаки да я впервые обратила внимание почему у бурятов так много больных с этой патологией ну и рассматривался и на сегодняшний день рассматривается вопрос о возможно генетической предрасположенности и отмечено что в полтора раза чаще болеют пациенты желтой расы при этом обнаружено большое количество дефектных генов у лиц желтой расы но это не значит что да действительно на сегодняшний день и вчера на конгрессе посвященным проблемам детской кардиологии обсуждался этот вопрос и американский профессор из Америки Джейн она говорит что до сих пор продолжаются серьезные генетические исследования для того чтобы оценить и выявить именно те самые поломку тех генов которые определяют это заболевание и кстати вот в Сан-Диего там у нее очень много пациентов с болезнью Кавасаки что-то у нее банк больных более тысячи человек и идут генетические исследования которые в общем-то не потеряли актуальность вот как видно с 18-го года до сегодняшнего дня и Ирина Николаевна да все и то что касается причинных факторов то до сих пор причинный фактор остается гипотетическим но все-таки в настоящее время наиболее значимым является инфекционный агент но что какой конкретно агент пока еще не удалось выяснить до настоящего времени причинными факторами рассматриваются и рететции и вирусы герпетической группы в частности вирусы Пштейнбара и ретровирусы и так далее и так далее но до сегодняшнего дня пока еще раз говорю этиология заболевания остается неизвестной и в какой-то степени до сих пор болезнь Кавасаки считается загадочной болезнью но в то же время как у инфекционного заболевания просматривается сезонность пик заболеваемости в Японии регистрируется в январе то что касается штатов то это зима и ранняя весна а у нас в Москве и Московской области отмечено два пика это июль-август и декабрь-январь это наши данные профессора Выскиной Галины Афанасиной если говорить о возрасте заболевших уже Ирина Николаевна упоминала что в основном болеют дети до пятилетнего возраста ну гендерные соотношения полтора мальчики к девочкам полтора к одному но у нас в одинаковой степени наши пациенты были что мальчики и девочки болеют одинаково при пик заболеваемости обращают внимание что падает как раз на первый год жизни это 3, 6, 12 месяцев причем вот дети болеющие до года это дети в основном сибирского региона ну и две трети падает на среди заболевших на детей до трех летнего возраста Татьяна Михайловна ну вот сейчас интересно что касается кавасаки подобного синдрома который вначале его называли или синдром мультисистемного воспалительного ответа то вот только что мы проводили вебинар с профессором Мартыновой и я знаю цифры от профессора Мазанкова Людмила Николаевна который является главным детским инфекционистом города Москвы она мне сказала что ну первое полугодие ковидных больных лечили и в нашей больнице лечили в федеральном центре в МЦЗД и по-моему немножко в Морозской больнице а сейчас в основном в нашей больнице то есть у нас вот этот пятиэтажный инфекционный корпус да и в первом полугодии было всего на всех девятнадцать больных с мультисистемно-воспалительным синдромом причем десять было в нашей больнице из них три были тяжелые а все остальные легкие второе полугодие Катяна Михайловна их больше ста еще не полное полугодие причем они все тяжелые они с большой коморбидностью они разных возрастов и на сегодняшний день четкая тенденция первая группа это те которые реализуют на хвосте ковида а вторая группа которая реализует почти можно сказать через месяц после выздоровления поэтому они абсолютно разные и почему они действительно разных возрастов поэтому убрали слово кавасаки подобный синдром поэтому но самое интересное что в городе Красноярске в котором работает главный детский инфекционист Красноярского края не было ни одного больного вот мы говорим о генетике да вот Москва сегодня это огромное количество может быть сейчас говорят что Москва имеет как бы в большей степени вирус итальянский да помните привезли его из Германии хотя это конечно трудно сказать Москва это как говорится порты и морей и сколько туда прилетает людей сразу но тем не менее как бы немножечко говорят о том что генетически другой вирус нежели в Сибири то есть тот который сейчас в Сибири да он пока не дает мультистерин политный синдром вот это очень интересная вещь очень интересная да несмотря на немножечко могут быть другую генетику потому что помимо русских людей да там много людей которые имеют восточные корни вот почему вот почему продолжают изучать все эти генетические нюансы и стараются выявить новый фенотип коронавирус не коронавирус а кавасаки и вот они вот либо это новый фенотип либо это вот течение мультисистемного воспалительного процесса вот до сих пор стоит знак вопроса хотя кавасаки подобным действительно сейчас никто не называет а называет водополительным а вот то что касается патогенеза синдрома кавасаки то он в общем-то изучен достаточно уже хорошо в настоящее время и вот этот самый гипотетический причинный фактор он может внедряться и внедряется в респираторный тракт и инфицирует ресничные эпители внедряется в клетки и формирует определенные такие включения внутри клетки которые могут в дальнейшем и персистировать в организме если ребенок не имеет генетической предрасположенности то возникают минимальные проявления в виде катаральных явлений или даже клинические проявления синдрома как такового они отсутствуют и отсутствуют полностью при наличии генетической предрасположенности агент проникает в ток крови и поражает уже может поражать любые органы и ткани в том числе и сердечно-сосудистую систему учитывая тяжесть заболевания и самое главное необходимость поставить диагноз как можно в ранние сроки либо срок определяет эффективность терапии и прогноз пациента на дальнейшее разработаны диагностические критерии болезни Кавасаки и они включают пять позиций первая позиция самая главная без которой невозможно поставить диагноз болезни Кавасаки это наличие лихорадки продолжительность лихорадки более пяти семи дней должна насторожить и каждого педиатра и каждый педиатр должен подумать о том что а не манифестация ли это болезни Кавасаки другими проявлениями и критериями болезни Кавасаки является конъюнктивит конъюнктивит двусторонний но особенностью этого конъюнктивита является то что он не бывает как правило гнойным это склерит прежде всего поражаются слизистые ротовые полости как правило очень сухие потрескавшиеся губы вот как мы видим у этого мальчика гиперемия слизистой полости рта в период в первые дни заболевания может появиться малиновый язык напоминающийся скролотенозный изменение конечностей как верхних так и нижних возможно развитие отека вот видела здесь кисти ребенка отечные кисти это касается и ножек нижних конечностей и со временем может развиваться гиперемия ладони типично для кавасаки и поражение лимфатических узлов причем может быть поле лимфоденопатии но есть данные о том что возможно среди поле лимфоденопатии увеличение какого-либо одного лимфоузла до выраженных размеров это может быть и 2 и 3 сантиметра и даже больше и очень большое значение конечно имеет состояние кожных покровок как таковых потому что различные высыпания типичны для болезни кавасаки по своему характеру высыпания могут быть самыми различными это может быть просто эритема это может быть скролотиноподобные высыпания пятнистопопулезные и даже ортикарные высыпания ну вот у нас в отделении наш правда не такой колоссальный опыт как в других клиниках занимающихся болезнью кавасаки как правило это пятнистопопулезная цепь и эритоматозные элементы и вот вот то что мы можем видеть какие варианты высыпания имеют место при болезни кавасаки то что касается вот интенсивной эритема ладоней начало пластинчатого селушения вот видите пальчик вот здесь вот пластинчатое шелушение но это уже начало третьей недели от дебюта заболевания и таким образом когда мы говорим о критериях и когда мы говорим обращаем внимание прежде всего на глаза обращаем внимание на состояние ладошек нижних конечностей выраженные высыпания на коже состояние слизистой ну и безусловно вся эта симптоматика она проходит на фоне высокой лихорадки более пяти дней вплоть до гипертермического состояния когда говорят о клинических проявлениях заболеваний то существует определенная последовательность острая фаза заболевания характеризуется лихорадкой симптомами острого воспаления то есть той симптоматикой которую мы только что с вами разобрали и возможно здесь и присоединение и заинтересованности паренхематозных органов имеются в виду поражения сердца достаточно серьезные и поражения также и других органов в настоящее время у детей до годовалого возраста на третьем месте после лихорадки сердечно-сосудистой системы идет поражение желудочно-кишечного тракта мы повторяю это для детей до годовалого возраста который выражается диспептическими расстройствами болями в животе и рвота тошнота и возможно жидкий стул следующая подострая стадия это уже переход в следующий этап заболевания это разрешение лихорадки здесь возможно сохраняющийся вот этот склерит вот шелушение пальчиков которые мы на которые обратили внимание и уже здесь выражены появляются изменения со стороны анализа крови в плане нарастания тромбоцитоза и вот именно вторая третья неделя от дебюта заболевания характеризуется поражением коронарных артерий которые что выражается как в воспалительном процессе в них так и более тяжелой стадии когда формируются аневризмы но в большинстве случаев третья стадия третий этап это выздоровление в большинстве случаев от болезни Кавасаки ну имеет благоприятный прогноз она проделав все вот эти три цикла все эти три этапа наступает выздоровление и болезнь уже может не рецидивировать но прогноз заболевания во многом конечно определяется поражением сердечно-сосудистой системы и если говорить о лабораторных показателях то типичным являются острофаз признаки острофазового воспаления это конечно циреактивный белок это повышение значимое повышение соя выраженный лейкоцитоз с нейтрофилиозом возможно развитие нормохромной анемии и если в дебюте уровень травмоцитов соответствует возрастным нормальным значениям то начиная со второй недели тромбоциты начинают нарастать причем достигает цифр больше 450 на микролитр тысяч и даже доходя до 700 до 780 микромоль на литр возможно стерильная лейкоцитурия абактериальная так называемая лейкоцитурия и снижение уровня сыворочного альбумина на что обращено внимание в последнее время что у пациентов в период разгара Кавасаки возможно повышение и прокальцитонинового теста это свидетельствует о том что причинным фактором нельзя исключать и бактериальную инфекцию лечение то что касается лечения почему так важно обращать на каждый симптом и ориентироваться на критерии для Кавасаки потому что прежде всего поставить заболевание диагноз нужно как можно раньше чем раньше начато лечение тем высока вероятность что не будет формирования анавризма у пациента и в этом плане рекомендуется введение внутривенного иммуноглобулина в достаточно большой дозе одноразовое введение 2 грамма на килограмм если нет эффекта через ко вторым суткам возможно той же дозе и одновременно назначается аспирин аспирин назначается как ангелеган с одной стороны а с другой стороны как препарат цилицилат имеющий отчетливый противовоспалительный эффект но дозы здесь в период разгара достаточно большие это 60-80 миллиграмм на килограмм в сутки это суточная доза и вот недалее как вчера при обсуждении проблемы Кавасаки на конгрессе детских кардиологов говорилось что максимальная доза аспирина желательно 50 миллиграмм на килограмм в сутки но в рекомендациях 15-го года остается ну 15-го года указано 60-80 миллиграмм в сутки и доза аспирина остается такой до периода нормализации температуры как только температура снижается доза аспирина снижается до поддерживающей дозы 3-5 миллиграмм на килограмм и продолжительность этой дозы будет определяться прежде всего характером течения заболевания и степенью вовлечения коронарных артерий в процесс это уровень доказательности а и сила рекомендации первая я просто хотела обратить внимание чем раньше врач обратил внимание на необычный внешний вид пациента и для купирования лихорадки в том числе назначить аспирин он не будет назначать парацетамол ибупрофен а ведь аспирин же тоже снижает температуру но самое главное же здесь роль аспирина как противоспалительный как дезагрегант поэтому в данном случае здесь чем раньше будет назначен аспирин который в том числе снижает температуру тем меньше риска развития анабритов вот здесь очень важно чтобы врач видел этот необычный внешний вид это слизисто-кожный вот этот симптом особенно склерит который нетипичен для обычной РВИ за исключением случаев аденовирусной инфекции когда немножко похож у него и нос весь там быстро гнойный присоединение там быстро гной там тоже бывает высыпание но здесь посмотрите у него же стыд необычный все-таки это акра да то есть это все-таки ножки и ручки поэтому ладошки вот это отечность вот это очень важно и здесь важно аспирин а не другие жаропонижающие которые такого эффекта на тромбоцит на дезагрегант действий не обладают но знаете Николаевна не уверен не обгоняй если нет явных признаков кавасаки о которых мы только что с вами разобрали то в этой ситуации аспирин лучше не назначать да потому что боимся Рея синдрома Рея коллеги ну вот Татьяна Михайловна говорила о роли генетики и вот вы видите ученые изучают ассоциацию с HLA BW22 среди детского населения Японии HLA который находится в Европе BW51 в Израиле да ну у СИПцев несколько чаще чем у других ну вот очень важно знать что кавасаки бывают полные и неполные профессор Лыскина которая в 15 году в 15 году монография да вышла нет монография вышла Ирина Николаевна в 2009 году а в 15 году это рекомендации но сейчас а сейчас подготовлены простите я вас перебила подготовлены новые рекомендации по тактике ведения кавасаки но они находятся на стоятии утверждения в Минздраве потому что через пять лет меняются рекомендации вот сейчас они в Минздраве ну поэтому у нас были указаны 15 года вот видите 15 год ну полный симптом комплекса это пять или шесть пять из шести основных критериев обязательно включали каратку и четыре критерия в сочетании с коронарными аневризмами ну вот по статистике приблизительно 81 процент и неполный то есть есть лихорад то есть поражение слезенства и тоже изменение коронарных артерий поэтому до года по данным которые привела Галина Афанасьевна под 6 процентов старше года 16 процентов ну вот как бы и в этих же рекомендациях они говорят о том что очень важно при высокой лихорадке у детей с неясного генеза обязательно в течение 7 дней сделать эхокардиографию да через 7 дней делать эхокардиографию поэтому дополнительные данные о клинической картине которые прозвучали на конгрессе в Токио о том что неполная форма наблюдается в 20 процентов и вот что очень важно что стали выделять афибрильную форму мы сегодня с вами наш семинар проводим посвященный лихорадке и чтобы у всех не сложилось мнение что 100 процентов должна быть лихорадка вот вам новейшие данные что стали выделять афибрильную форму у которой есть поражение глаз цепь коронарных артерий и активация в кавычках зажившей БЦЖ то есть какая-то непеременно в области БЦЖ мы же понимаем что это вот как бы детки раннего возраста у них еще рубчика еще может быть у кого-то и в течение года это происходит вот активация кавычков из-за вшившей БЦЖ и даже возможно поражение различных сосудов в том числе брожейки и аоты вот самое яркое конечно это формирование аневризма ну вот Ирина Владимировна Бережная нашла вот эту вот картинку видите вот здесь как раз это аневризма поэтому да и здесь это гигантские аневризмы а вот Татьяна Михайловна пожалуйста прокомментируйте два ЭКГ первое это при поступлении в приемном отделении ну здесь написано что нормальное положение синусовый ритм неполная блокада правой ножки то есть описана норма при поступлении да описана норма но здесь важно обратить внимание здесь есть неблагополучие почему-то потому что если мы смотрим с вами на зубец КУРС то этот зубец видите он ниже чем это должно быть и обратите внимание еще как выглядит зубец Т он полностью отсутствует в третьем отведении что это значит это значит не только снижение сократительной способности но и есть нарушение выраженное нарушение процессов реполяризации обращает внимание на себя также наличие аритмии у этого ребенка и еще я не сейчас я Ирина Николаевна у меня плохо видно и еще обратите внимание на что вот здесь нарушение соотношения вот признаки которые говорят о том что страдает миокард левого желудочка здесь В4 В4 меньше нежели зубец Р в пятом и шестом грудном и это признаки того что есть проблемы с миокардом левого желудочка Татьяна Михайловна и с учетом того что это ребеночек двух с половиной лет у него брадикардия смотрите число сердечного 60 минут да ну 60 ударов в минуту да и брадикардия вот брадикардия брадикардия снижение вольтажа это признаки а это это его электрокардиограмма это уже какой 20 заболевание здесь уже мы видим тахикардия брадис сменилась тахикардия здесь мы наблюдаем что сейчас посмотрю сейчас здесь у нас ну интервал кутесра сейчас на него обращают внимание коррегированы в пределах нормы и здесь уже видите вертикальное положение электрической оси это признаки того что уже нет сердце не расплатно на диафрагме уже нет горизонтального положения это то что типично для вертикальное положение для ребенка двух с половиной летнего возраста однако остаются изменения в зубца Т которые характеризуют процессы реплиаризации вот видите он вообще нехороший какой-то зубец Т вот видите и потом здесь на фоне тахикардии Ирина Николаевна вот этот зубчик Т переходит вот зубец Т переходит в П это плохо потому что нет периода диастолы диастолы нет сердце не может наполняться оно все время сокращается идут сокращения это тоже не очень-то здорово но хотя хотя по сравнению с предыдущей КГ чуть-чуть получше сейчас я посмотрю как выглядит В5 В6 В4 но все-таки видите опять В4 все-таки сохраняется низкий зубец Р по отношению он должен быть самым высоким а здесь повыше а здесь он такой же как в 5 значит все-таки еще есть изменения в миокарде и функция левого желудочка неполноценна коллеги ну вы видите что есть разные как бы неспецифические изменения на сердце мы еще раз остановимся чуть позже весь артрология артрит со стороны желудочно-кишечного тракта диаре рвольт боли в животе инфекция мочевых путей ну и в общем-то неспецифические симптомы по сути могут отражать наличие какого-то генерализованного действия про воспалительных цитокинов что сегодня как бы называется штормом то есть интерликин 6 который обязательно в этом периоде надо посмотреть ну без словно важнейшая прогностически значимое проявление болезни Кавасаки это конечно сердце поэтому состояние коронарных сосудов ну вот на что жалуются детки могут жаловаться на боли но они не могут более старшего возраста они могут держаться за грудь это уже пятилетний если это поздно эквивалентом этих болей может быть просто крик резкая бледность потливость боли в животе ну и конечно стеноз коронарных артерий может протекать бессимптомно а может быть инфаркт миокарда или ментапная смерть Татьяна Михайловна ну вот по литературным данным приблизительно в какие сроки могут быть инфаркты Ирина Николаевна инфаркты наблюдаются могут быть в ранние сроки через два месяца полтора два месяца от дебюта Кавасаки и я нашла данные по-моему в конце этой презентации даже есть что инфаркт может развиться после перенесенной болезни Кавасаки через 10-12 лет во всяком случае это эпизоды сердечной катастрофы у подростков и молодых людей в 20-летнем возрасте и то что касается поражения сердечно-сосудистой системы то конечно здесь не только страдают коронарные артерии возможно развитие и других органических поражений сердца в частности речь идет о миокардите течение миокардита может быть настолько серьезным что развивается сердечная недостаточность и вплоть до снижения фракции сердечного выброса и крайней степени тяжести это формирование развития кардиогенного шока который очень нередко заканчивается летально возможно клапанная регургитация то есть и мы будем слышать выраженные сердечные шумы которые отсутствовали ранее может пострадать проводящие систему манифестации которой будет развитие различных аритмий и ишемия миокарда ишемия миокарда как раз обусловлена развитие проблем с коронарными артериями и изменение коронарных артерий вот это очень важно это не только аневризмы а это может быть воспалительный процесс в коронарных артериях может быть их расширение и крайней степени тяжести поражения конечно это аневризма но здесь вот маленькое но то что очень часто многие делают эхокардиографическое исследование оценивают различные изометрические параметры все сократительную способность фракцию выброса но далеко не все могут смотреть проксимальный отдел коронарных артерий и в это конечно это очень серьезный минус и требует вообще очень большого совершенства от ультразвуковиста и отмечено что расширение эктазии наблюдается практически у большинства пациентов с болезнью Кавасаки в отличие от коронавирусной инфекции ну и если процесс идет дальше то конечно формируются аневризмы и в среднем обнаруживаются аневризмы у 50% больных раньше этот процент был значительно меньше он составлял всего лишь 25% и наличие болезни Кавасаки раньше и на сегодняшний день потому что страдает только появляются аневризмы только у 50% хотя это визитная карточка болезни Кавасаки но все-таки Кавасаки может протекать без развития аневризм ну и если уж аневризм развивается то в этой ситуации обращается внимание на ее размер мелкие аневризмы это диаметром меньше 5 мм средние аневризмы до 8 мм и гигантские аневризмы больше 8 мм гигантская аневризма это реальная угроза разрыва этой аневризмы либо формирование острого коронарного синдрома и развития инфаркта и когда речь идет о гигантских аневризмах это всегда консультация кардиохирурга требуется в обязательном порядке и здесь возможно сцентирование но сцентирование в детском возрасте проводится крайне редко это эксклюзивные случаи возможно развитие даже коронарное шунтирование почему потому что опасно держать такую гигантскую аневризму который может в любой момент дать разрыв то что касается сцентирования то сцентирование проводится когда нарушен кровоток в коронарах на 70% так это мы разобрали ультразвуковая диагностика конечно является в этой ситуации незаменимым методом исследования и как я еще раз повторю что если есть лихорадка если есть те типичные признаки которые соответствуют болезни Кавасаки то обязательно ЭХКГ на 6-7 день от начала манифестации заболевания дорогие коллеги мы хотели показать историю болезни девочки полтора года которая лежала в нашем грудном отделении которое все многократно консультировали она поступила в возрасте полутора лет в наше грудное отделение в нашей больнице с направляющим диагнозом ОРВИ ну глазки мы вынуждены были закрыть обратите внимание народ он настолько сочный насколько у нее обметаны губы мы видим сыпь она поступает на четвертый день четвертый день три недели назад она перенесла какую-то вирусную инфекцию четвертый день настоящего заболевания и в первые сутки госпитализации значит она лихорадит таким образом четвертый день у нее гнойный конъюнктивит с самого начала можно подумать про аденовирусную инфекцию в принципе лимфоаденопатия похоже бывает при аденовирусной инфекции но вот ладони гиперемии ладонных подошвенных кистей поверхности кистей стоп при аденовирусной инфекции не осложненной никто не видит вот это очень важно обратить внимание мы сейчас вам покажем хелит да сыпь хелит бывает при аденовирусной инфекции вот такой род бывает но обратите внимание это типично для синдрома кавасаки выраженные достаточно симптомы интоксикации она плаксива плачет и все-таки высокая тахикардия которая не соответствует ее лихорадке Татьяна Михайловна ну электрокардиограмма понятно ее просто растянули здесь да ее растянули ну здесь вот так бродикарди да нет здесь броди нет может быть протяжка 50 но здесь пока грубых нарушений нет Винка можно я скажу в дебюте заболевания самое интересное то что у нее начался вот нас все время мучил этот конъюнктивит потому что он гнойный в отличие от склерита и катарального конъюнктивита но мама говорит что среди полного здоровья появился вот загноились глазки глазки до такой степени гноились что по утрам она их открыть не могла и вот это продолжалось в течение трех или четырех дней капли дезинфицирующие антибактериальные в общем-то не давали никакого эффекта и вдруг поднимается к концу четвертого дня конъюнктивита поднимается лихорадка и здесь вот до 38,5 и вот вот это вот как раз она поступает с той симптоматикой которую вы только что сказали но дебют необычный он начался с гнойного конъюнктивита вот это внимание для высыпания на кожу у нее и поскольку вы видите бриллиантовой зеленью ее обрабатывают то есть есть такая боязнь что это тоже будет загнонечковым таким компонентом поэтому решили подсушить это мама постаралась до госпитализации вот за нее эхокардиографии делают на шестой день болезни обнаружили увеличение размеров левого желудочка расширение метрального кольца метральная регургитация второй степени и поскольку в нашей больнице есть нашего замечательного ультразвуковиста они все нацелены на осмотр коронарных артерий обращено внимание что стенки коронарных артерий несколько повышенной эхогенности то есть они плотные они плотные да но вот косвенным эхографическим признаком коронариита который мы обсуждали относится повышение эхогенности стенок коронарных артерий перепомулярных пространств неравномерность просвета извитость отсутствие постепенного конусообразного сужения диаметра коронарных артерий от максимальных дистальных отделов Повышение хогенности стенок коронарных артерий, по данным японских авторов, появляется в целом к пятому-седьмому дню от начала лихорадки и встречается у 100% больных. Как у вашей девочки. Присутствуют они разные. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Так, и дополнительно, несмотря на назначенную дозу аспирин, достаточно большую, мы еще добавили гепарин, потому что выражены были гиперкоагуляции по коагулограмме. Далее умеренно небольшую дозу. То, что касается нашей отечественной рекомендации по ведению оказания помощи детям с болезнью Кавасаки, доза аспирина соответствует 60-80 мг на килограмм в сутки. Но вот прозвучало неоднократно в течение двух дней на последнем конгрессе, который и сегодня, между прочим, проходит, что максимальная доза аспирина в острую фазу болезни Кавасаки является 50 мг на килограмм в сутки. Ну, здесь мы очень сильно, большую дозу 80 мг назначили, назначили 50 с учетом того, что мы добавили гепарин в силу того, что были выражены нарушения микроциркуляции. Ну, и к концу вторых суток состояние девочки не улучшилось на фоне вот этой терапии. И отмечено было выраженный интоксикационный синдром, и лабораторные показатели были отрицательными. В частности, в крови исходно был лейкоцитоз, но он нарос и стал создвиган до юных форм. Видите, лейкоцитов 17,3 тысячи, видите, до юных форм, даже до метамилоцитов. И нитрофилов абсолютное число 7,785, высокий прокальцитониновый тест, который исходно был 0,51 или 0,52, он вырос почти до трех. И ухудшилась коагулограмма, несмотря на аспирин и несмотря на введение, большинство введение гепарина. Что выражалось? Снижение уровня протрамбина, повышение активного частичного трамбина во время изменения, уровня хогеманзависимого фибринолиза, фибриноген был очень высоким, и повышение уровня демера до полутора тысяч. И в связи с этим, с учетом нарастания активности воспалительного процесса, в связи с тем, что нас не покидала мысль о вот этом гнойном инъективите, пришлось добавить антибактериальную терапию, и учитывая нарастающую гиперкоагуляцию, вводилась свежезамороженная плазма и даже доза гепарина. И состояние девочки стабилизировалось, температура снизилась к 15 дню от начала заболевания, к 11 дню пребывания у нас в стационаре, и в этот период мы повторно делаем эхокардиографическое исследование. И, к сожалению, несмотря на то, что размеры левого желудчика вернулись в норму, и полости стали нормальными, и уменьшилось метральное кольцо, увидели наши уважаемые ультразвуковисты, аневризмы коронарных артерий, правой коронарной артерии и выгибающей артерии. Но, к счастью, эти аневризмы были до 5 мм. Одна аневризма 2,3 мм, другая 3,3 мм. Ну и сохранялось уплотнение коронарных артерий, то есть их гиперохогенность. Но девочки продолжили лечение, снижена была доза аспирина, постоянно получала терапию у нас, а потом и в домашних условиях антиагрегантами, в частности пентоксифилином, либо курантилом. Но терапия была длительная, и аспирин тоже длительный, не менее, пока там, но за не менее 5 месяцев. И постепенно эти аневризмы ушли, и это была победа в лечении данного ребенка. И когда мы делали заключение по истории болезни, то мы сочли, что триггером для развития синдрома Колосаки явилась респираторная инфекция. И также вот текущие бактериальные инфекции, вот этот самый гневник антибит с ухудшением активности воспалительного процесса и нарастание всех маркеров воспаления, они, конечно, загубляли течение воскулита, и нельзя исключить, что они способствовали формированию вот этих мелких аневризм. И состояние девочки, я, как я уже сказала, стало значительно лучше, уменьшилось ЦРБ, коммуникационные показатели. И вот на этот период, к концу второй недели, было зафиксировано это ее глазки, да. Вот видите, вот этот склерид, я не знаю, видно будет или нет, вот это пальчики, вот начало шелушения на пальчиках. А вот это вот, видите, вот пальчик, как хорошо видно, он очистился от шелушения, а вот эти пальчики шелушатся. И вот когда такое имеет место, это достоверностью 100%, если даже не поставлен был диагноз, к счастью, у ребенка не сформировались аневризм, то это достоверный признак того, что ребенок перенес болезнь Кавасаки. И в последнее время стали уделять внимание еще одному очень мелкому, маленькому признаку, обращать нужно внимание на ногти, на нижних конечностях. Как правило, на фоне и после Кавасаки появляется поперечная исчерченность. Они обычного цвета, они мягкие, они не мутные, но появляется поперечная исчерченность, которая уходит по мере от раздания ногти. Но это одно из свидетельств нарушения микроциркуляции в условиях болезни Кавасаки. Дорогие коллеги, мы хотим еще раз обратить ваше внимание, что то, что мы сегодня обсуждали, болезнь Кавасаки, и мультивоспалительный синдром – это разные все-таки вещи. Поэтому обратите внимание, первое сообщение о том, что есть какой-то загадочный Кавасаки-подобный синдром, прозвучал 15 апреля. И с этого момента, видите, в начале было 25 случаев, и у нас буквально тоже с середины мая было всего 19 случаев в Москве. А вот сейчас их гораздо больше. Но в целом ряде регионов их пока нет. Поэтому синдром мультисистемного воспалительного ответа, о нем будет речь в другой раз. И мы с вами, с Татьяной Михайловной, еще раз с вами поговорим, поговорим о разных болезнях, при которых есть, сейчас нынче новых заболеваниях, которые называются аутовоспалительный синдром. А вот я хотела бы показать вам очень интересное сообщение, где ищут связь мультисистемного воспалительного синдрома вот с этой новой коронавирусной инфекцией. Смотрите, вот эта инфекция действительно впервые, они и сообщили, по-моему, 31 декабря китайца 2019 года. Мы еще не знали с вами, что какой-то подарок нас ожидает, что мы практически уже год сидим по домам. Поэтому на сегодняшний день, вы видите, первое сообщение было в апреле 2020 года, мультисистемный воспалительный синдром. Ну и на сегодняшний день его становится все больше и больше. Поэтому лечат это заболевание серьезными дорогостоящими препаратами. Не везде в регионах есть эти препараты. Поэтому, к сожалению, эти осложнения мы с вами не ждали. Ну а какие же препараты использовать в качестве жаропонижающих? Ну вот мы с вами обсудили, да, что при обычной лихорадке мы используем все-таки из нестероидных противоспалительных препаратов мы используем препараты ибупрофен и портстаму. То есть практически все нестероидные противоспалительные препараты, препараты, они блокируют синтез тыклооксигеназы. И в результате чего уменьшается синтез простоклодинов, уменьшается воспаление и да, и жаропонижающий желаемый эффект. Мы уже говорили с Татьяной Михайловной о том, что ВОЗ с 93-го года рекомендует два препарата. Буквально в первых числах марта ВОЗ безоговорочно заявила о том, что никакого ибупрофена при коронавирусной инфекции можно использовать только портстамол. И помните, как в аптеках мгновенно исчезли все препараты парацетамола. Буквально это, видите, первое в марте 2020 года. Ну и вроде бы всего было 4 случая осложнению ранне здоровых детей на фоне коронавируса, на фоне приема нестероидных противоспалительных средств. Профессор Литтл, который работает в Великобритании, он вот тоже как бы представил какие-то убедительные доказательства о том, что ибупрофен более опасен, нежели портстамол. Ну, в общем, все это продолжалось не больше двух недель, как вернулись к тому, что, видите, вот 17 марта ВОЗ запретили, разрешили только пить портстамол. Но уже 19 марта все это было опровергнуто. И показано, что нет никаких научных данных по использованию бупрофена, по запрету использования бупрофена при ковидной инфекции. Но все-таки мы с вами должны всегда, собирая анализ, понимать, что ибупрофен для длительного применения, а ведь при лихорадке предполагают, что все-таки жаропонижающий назначается на срок 3-5 дней. То, в принципе, если прием не длительный, и если у ребенка нет ванамнезиязва, то ибупрофен можно назначать. Одновременно, конечно, мы должны помнить о том, что достаточное количество жидкости и так далее. У меня был в практике недавно случай. То есть у меня есть семья, в котором четверо детей, и у всех тяжелая пищевая аллергия. Причем мальчики, одна девочка, она более здоровая, мальчики все, они тяжелые аллергики, несмотря на 10 лет, они молоко принимать не могут. И вот у старшего мальчика, у него, мы его обследовали, делали гастроскопии, находили эрозивный процесс. В очередной раз он заболевает, у него вирусная инфекция, принимает он разные препараты, жаропонижающие, это еще было до ковидной инфекции. И вдруг ему становится не очень хорошо, он бледный, его мутит. И когда, да, через некоторое время у него начали острова вырвутся, и когда ему все-таки в больнице сделали гастроскопии, то у него выраженный был эрозивный процесс. То есть мама там такая умная, внимательная, то есть никакого варианта без контроля мальчик без мамы лекарства принимать не может. То есть, конечно, скорее всего, у него к этому моменту было обострение его гастропатологии. Поэтому надо быть внимательным. То есть там, где есть обострение, вероятно, какой-то гастропатологии, ну, я ему делала, например, гастроскопию год назад, да, потому что он дал в ночь кровотечение, будучи в больнице, мать мне звонила о том, что ему плохо, она с ним находилась. Вот я приглашала, ну, вы понимаете, что как бы в больнице большая дежурная врача один, вот я как бы пыталась его найти, помочь матери, потому что действительно он побледнел, определяли гемоглобин, утром делали гастроскопию, у него было кровотечение. Поэтому там, где есть высокий риск язвенного поражения, даже короткий промежуток, все-таки ибопрофен принимать не надо. А если абсолютно нормальный пищеварительный тракт, то, в принципе, и тот, и другой препарат в разумных дозировках можно использовать. Поэтому на сегодняшний день оба эти препараты остаются и при ковидной инфекции, да, вот, но не для длительного применения. Что касается для, что касается исследований, ну, вот посмотрите, есть исследование, которое показывает, что ибопрофенопроцитамол имеет сопоставимый риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения. Исследование, которое было 84 тысячи пациентов, показало, что, в принципе, риск острого кровотечения ЖКТ сопоставимым ибопрофенопроцитамолом. Ну, вот это то, что достаточно. Есть здесь новые ссылки. Вот, есть данные о том, что ибопрофен безопасен даже при приеме на пустой желудок, не доказана даже необходимость приема ибопрофена с пищей. Поэтому, тем не менее, мы все-таки его в большей степени боимся. Хотя порцитамол мы боимся не меньше. Вы должны понимать, что в тех странах, где порцитамол, да и у нас он продается, как безрецептурное средство, но в очень во многих средствах порцитамол продается в гастрономах. То есть вот эта стойка, как на сдачу, или вот не забудь, не пройди мимо, где сигареты, продается во многих странах порцитамол. И если пациент захочет уйти из жизни, то выпив большую дозу, он может, потому что он в больших дозах может быть гепатитоксичный. Это абсолютно известный факт. И там, где люди хотят уйти из жизни, выпив таблетки, то порцитамол – это форма, которая для этого используется. Поэтому, как говорится, редьки не слаще, и то, и другое может быть. Все дело в дозе. Таким образом, если мы посмотрим рекомендации, здесь китайские, по новой коронавирусной инфекции, то те же самые бопрофен и порцитамол, которые используются здесь. А это 28 апреля. Здесь есть тоже по коронавирусной инфекции. В ряде случаев могут использовать и аспирин, поскольку аспирин обладает противовирусным действием. Ну и поскольку только к этому моменту было установлено, поскольку за рубежом пациентов, умерших от ковида, не вскрывали, то стали рекомендовать аспирин вместе с большим количеством жидкости для того, чтобы воздействовать на коагуляцию. Поэтому в ряде случаев, но это касается не детей, а взрослых. Теперь посмотрите, пожалуйста, есть статья, правда, 10-го года по эффективности безопасности бопрофена и ацетомиенфена и порцитамола у детей и взрослых с целью оценки их эффективности и безопасности. Поэтому если мы посмотрим, какой анализ они провели, они проанализировали вот этот Кэтрин Спирс, 85 исследований, когда сравнивали бопрофен с порцитамолом, 54 содержали данные об эффективности анальгетиков, 35 о влиянии на температуру, 66 исследований о безопасности. Поэтому проанализировав вот этот обзор, было показано, что и бопрофен был более эффективен, чем порцитамол при лечении боли и лихорадки, как у детей, так и взрослых. Но было показано, что все-таки оба препарата коротким курсом для купирования жара были безопасны. А теперь еще один препарат, который называется Буклин Юниор, который разрешен старше трехлетнего возраста. И профессор Пикоза и Закирова из города Казани написали статью в журнале «Практическая медицина», где наблюдали мальчиков и девочек. Всего было 97 детей. Они аккуратно посмотрели, 23 ребенка получали у них парацитамол, 36 и бопрофен. И третья группа получала одновременную комбинацию парацитамол и бопрофен. Препараты разрешены с трех лет. И получается суммарная дозировка каждого входящего из этих препаратов будет меньше на килограмм массы, чем рекомендуемая у отдельности. Поэтому наши уважаемые коллеги из Казани идентифицировали вирусную инфекцию, 97 исследований, но не только вирусы, но и кемокок был. Дальше они сравнивали эти препараты, отношения к ним. Но в большей части в принципе как бы синие, посмотрите, это и буклин юниор, отношения нейтральны, но в принципе как бы почти такие же данные по удовлетворенности они были. Но больше удовлетворял парацитамол, во всяком случае, чем по процентам. А теперь как бы данные, которые были получены по эффективности. Ну вот, посмотрите, исходное повышение температуры все было классически выше 38,5, через 10 минут, через 20 минут. И дальше мы видим, что через 60 минут и буклин юниор, да, он оказался более эффективным, то есть он быстрее как бы снизил температуру. Дальше таким образом авторы показали, что и буклин юниор значительно сокращал сроки воспаления верхних дыхательных путей, проявил себя как безопасно в детской практике, препараты оказывали более длительный жаропонижающий эффект. Еще одна статья наших уважаемых белорусских авторов, где авторы пишут о том, что процентамол и бепрофин обладают схожей по темпам снижения лихорадки, время и так далее. А комбинированная терапия позволяет снизить риск неблагоприятных реакций. Вот если мы посмотрим с вами на вот эту сравнительную табличку, средняя величина снижения лихорадки на 1,5 градуса получается парацетамол, и бепрофин 1,87, а и бепрофин с парацетамолом одновременно практически больше, чем 2 градуса. Время начала действия более раннее при комбинации, меньше 30 минут. Время достижения пика нормы через 2 часа. Там, где комбинация, дальше продолжительность жиропонижающего эффекта, ну, по и бепрофину она 6-8 часов, и бепрофин с парацетамолом тоже 6-8 часов. При парацетамоле более короткий промежуток. Ну и посмотрите, пожалуйста, то есть режим дозирования получается меньше, да, при комбинации. Здесь максимальная суточная доза для детей парацетамол 90 миллиграмм на килограмм, и бепрофин 40 миллиграмм на килограмм. Здесь 18 миллиграмм на килограмм и бепрофин, и 22 миллиграмма на килограмм парацетамол. Ну и минимальный возраст, ну, та форма, которая продается в нашей стране, она с 3-х летнего возраста, поэтому мы здесь не нарушаем инструкцию. Еще одно исследование свежее, которое опубликовано в марте 2020 года. Комбинация фиксированных доз обупрофина и парацетамола обеспечивает больше аналогичную эффективность, чем любой из препаратов в отдельности, в тех же дозах, без увеличения риска побочных эффектов. И здесь было показано, что в исследовании участвовали 35 взрослых, они получали бепрофин и парацетамол в разных таблетках, 46 взрослых получали в одной таблетке бепрофин и парацетамол, и 21 подросток, которые тоже получали бепрофин и парацетамол в одной таблетке. Было показано, что, по сути, все они получали препараты, да, биоэквивалентные, к монокомпонентам, которые были вводились отдельно, либо вместе. Ну и вот, что получилось. То есть мы видим оранжевые кривые, это кривые купирования лихорадки при бепрофине, такие серые получаются, зеленоватые на парацетамоле, а комбинация дает практически тот же самый эффект. Поэтому, в принципе, выводы, которые были сделаны о том, что подростки подвергались такому же воздействию и парацетамол и бепрофина, как и взрослые. Поэтому хорошо все переносилось. И, в принципе, вот эта форма, которая есть на сегодняшний день, и Буклин Юниор, которая разрешена с трехлетнего возраста, в которой можно брать таблеточку, целая таблеточка растворяется в чайной ложке воды, поэтому она диспергируемая. И суточная доза препарата применяется всего 2-3 раза в день. То есть минимальный интервал не раньше, чем 4 часа. Детям начинает с трехлет разово одна таблетка. Ну и, в принципе, на сегодняшний день на базе одной из наших клинических баз мы начинаем клиническое исследование по Ибуклина Джуниор. С полным, да, это наше исследование. Мы его проводим в рамках мультицентрового, несколько центров, один из центров. Наш любимый профессор Таточенко Владимир Кириллович. Поэтому в некоторых странах эти препараты... Ну, то есть это разрешено нашим Миндравом, да, то есть препараты официально разрешены. Ну, а то, что в 93-м году как бы пока не поменялись рекомендации ВОЗ, ну, я думаю, что какие-то документы тоже должны меняться. Может быть, они скоро произойдут. Татьяна Михайловна, у вас достаточно хороший опыт. Поделитесь, пожалуйста, с ним. Ну, в плане применения Ибуклина, вы имеете в виду, да? Ну, Ибуклин хороший препарат, и мы назначали действительно детям, но детям старше трехлетнего возраста. Причем мы назначали, ну, не только как жаропонижающие, более уталяющие, но и как противовоспалительные, потому что там очень мощный противовоспалительный ингредиент, такой, как ипопрофен. Ипопрофен вообще мы, честно говоря, как препарат, вообще в ревматологии мы очень-очень его любим. И действительно мы обращали внимание, что температуру не нужно так часто назначать жаропонижающие препараты детям, а достаточно нам, у нас было даже не три раза в сутки, а два раза в сутки мы назначали, и он держал, держалась температура на нормальных значениях. И хороший, более уталяющий эффект, вот на это мы тоже обратили внимание. И вот именно это сочетание низкодозовой комбинации двух препаратов, она вот оказывает такое позитивное действие, и мы видим и болеутоляющий, жаропонижающий, и противовоспалительный эффект. Единственное, Ирина Николаевна, мы назначали этот препарат недолго. Если речь идет о ревматологических больных, то чаще после эпизода остроты, после высокой лихорадки, мы все-таки не оставались на ибуклине, а переходили на монотерапию, и по брофену, ибо она назначалась уже на энное количество времени, в частности, либо на несколько недель, или даже месяцев. Но это речь идет о тяжелых больных с тяжелыми вариантами артритов. Вот мое такое впечатление, что этот препарат хороший. Ну, мы обсуждаем лихорадка 3-5 дней. А лихорадка, вот видите, здесь совершенно верно написано, что если как обезболивающее, не более 5 дней, и не более 3 дней, как жаропонижающие. Вот мы как жаропонижающие, так и давали выделение. Спасибо, Татьяна Михайловна. До новых встреч. Спасибо, Ирина Николаевна.